Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братцы и сестры во Христе, всем желаю радости, мира и счастья во Христе Иисусе Господе и Боге нашем. Желаю вам, чтобы у вас умножалась и возрастала всякая благодать, всякое познание истины Господа нашего Иисуса Христа, в которой есть любовь, а потому познаются он очень простым способом. В вере мы являем свое братолюбие, и в этом братолюбии Бог в нас открывается своей любовью, ибо вера без дела любви мертва. А потому мы ожидаем праведности от веры, но веры в Иисусе Христе, действующей любовью. Христос посреди нас всегда был, есть и будет. Давайте помолимся. Господи, прошу Тебя, Господь мой и Бог наш, любименький родитель, источник жизни и причины, всякого знания, всякой мудрости, что истинно и полезно, благослови уста говорящего и уши всех слушающих, и блаженные руки всех печатающих. Открой нам на пользу каждому. Да в каждом слове, в каждом дыхании, в каждом помышлении, в каждом деянии, да прославляешься ты, сущий Бог, в последнее время пришедший во плоти, и отдавший жизнь свою на кресте, а потому распявшийся за нас во плоти, явивший и открывший нам свое божественное, невероятное имя, которое есть абсолютная, жертвенная, смиреннейшая любовь. А в воскресении своем во плоти явил нам свое божество. И будем на Тебя уповать всегда и в каждом мгновении и мгновении нашей жизни. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе! Братья и сестры, нет ничего лучше молитвы, ибо молитва Господь сейчас здесь посреди нас. Кто хочет быть с Богом, обратись к Нему, Он от Тебя ничего не требует. Ни постов, ни молитвы фарисейской, Он от Тебя требует только одного – обращения к Нему, любви к ближнему. Ролик я назвал «Бог, Божонок и Божата», и вот о чем я хочу поговорить. Вы думаете, я просто так все время делаю этот упор? По сути, я вам уже говорил, что слова «Бог», «Сущий» и «Егова» по-русски, «Яхва» там по-еврейски или как-то, как они там, там никто не знает толком, как это все пишется, как это называется. «Дух», потому что Бог есть Дух на самом деле, да, величайший разум, как язычники, чего только не называют, «Бытие», «Мироздание» – все это есть Бог. И вот я много, конечно, слышу чего, и я вот понимаю, что, знаете, какой фундамент действительно Господь сказал, какой камень положишь в основание своей веры, своего мироздания, так ты будешь и жить. Человек, какой кладет, вот у него Бог судья, он всех судит. У него Бог обличитель, он всех обличает. У него Бог гневается, он сам весь в огневе живет. А тот, кто кладет, что Бог есть любовь, и я хочу сегодня говорить не о любви, а о Боге. Потому что первое слово очень важно. Сказав «Бог», мы сказали все. Это та невероятная личностная энергия бытия, которая нас всех породила. Это Иисус Христос. Понять это невозможно, но это так. И он не создавал законы бытия и весь этот мир. Нам в книге «Бытия» сказано, Господь сказал и стало. Он просто говорит, и это проявляется. Он не создает законы бытия, которые потом надо сложно менять. Люди, тысячи, десятки, сотни тысяч человек порой работают сейчас, чем мы дальше развиваемся. Нам кажется, мы никуда не развиваемся. Мы, чтобы какую-то железячку вверх запустить, напрягается сто тысяч человек. Сто тысяч человек напрягается ее сделать, сто тысяч человек напрягается ее туда пульнуть, и сто тысяч человек потом думает, как ее оттуда спустить. Бог так не напрягается. Бог не потеет. Бог писатель, Бог живописец. Он просто говорит. Что значит «говорит»? Говорит сначала подумать. Слово – это уже дело. бог естественно думает сначала и это становится говорит эту же образ власти бог сказал и стала бог не не приказывает закону тяготения он подумал и этот закон тяготения стал он подумает его не будет мы не придаем значение этому слову иисус христос есть бог бог когда к нему обращались за любым за хлебом за вином за исцелением за изгнанием бесов за как-то управление над природой властью над природой он не напрягался мы видим он сказал умолкни перестань как он говорил с бурей это кто мы с вами будем отчитать может быть скоро там сегодня в матфея читал как он исцеляет к нему просто прикасались бог настолько абсолютная дающая любовь он даже ничего не поможет просто прикасаться можно же не верить до конца конечно это так ты просто прикоснись к краю одежды мы там не раз это видим не только кровоточивую эту женщину мы видим как там написано это кто внимательно читать что люди просто к нему прикасались к краю одежды там не раз эта фраза что такое края одежды значит да верит хоть как-то, хоть в Мессию, хоть в Пророка, хоть в Сына Божия, от Которого сила исходит. Бог, любовь, Он тебе все даст. Но совершенные, братья и сестры мои, это же радость признать Христа сущим Богом. Ты становишься птицей небесной. Ты живешь просто в полном счастье, потому что Сын Божий Иисус Христос, как Он сказал, освободит тебя и от греха внутреннего, и от всех страстей внешних. Ты будешь жить, как в раю, Адам. На самом деле, это тебе вредит, вроде бы, кажется, ветер, вода. Вредит только потому, что тебе это полезно. Надо будет уже, тебе не будет это вредить. Бог все сделает. К тебе пальцем никто не прикоснется. Ты будешь обладать всей мудростью, какой захочешь, какая нужна тебе, особенно если ты всю эту мудрость у Бога просишь только для чего? Для Его славы. Ничего больше. Ты просишь дар исцеления, и все дары на свете только для одного, чтобы Его прославить. И быстрее, и скорее Он прославится божественными дарами. Ну, можно, конечно, пойти помочь, и хорошо, и вскопать бабушке 10 соток, и сказать, чтобы она воздала, слава Богу, за Него. Ну, вы знаете, Бог прославляется чудесами. Это действительно так. И люди на это быстрее клюют. Это та наживка, которую Господь сказал, будете уловлять, будете ловцами человеков. Конечно, когда мы делаем это силой Божьей, что делал Господь? Да, Господь был плотником. Да, до своего времени служения Он жил обычной жизнью. После пустыни Он вышел необычным человеком. Это вот родившийся свыше христианин после крещения, пройдя это брожение, Он вышел оттуда в силе Духа. Это родившийся христианин. Тот, который отвергнулся себя, любит делами ближних, силой Божией для его славы. Вот вам вся формула цель жизни христианской. Цель, суть, стремление, смысл, подвиг, путь. Все одни и те же слова. Мы никак не можем признать, что Бог. Бог не попускает страдания. Я, конечно, эту тему буду отдельно ролик записывать. Сейчас вкратце скажу. Вот я болею, да. Но я не говорю, что болячка это от Бога. Но Бог попускает, да. А для чего? Чтобы я его прославил в каком плане? Потому что я уповаю. Никто меня не может укорить в том, что я маловерный. Пожалуйста, ты такой брат верующий, помолись за меня. Во мне веры хватает. Ибо я делами доказываю, что я верю, что именно Христос меня исцелит. А вот в тебе, если вера, если ты такой, говоришь, я вот могу помолиться, и ты веришь в эти слова, что верующих будет сопровождать знамение, будут для неверующих. А в своем кругу уже мы знаем, как Павел сам страдал, как страдал Тимофей, как страдали и другие. Вы помните, кто-то при смерти, помните, брат один был Павел, Бога благодарил, что Господь не забрал его, не прибавил ему печаль к печали. Бог есть сущий. Именно от этого мы никак не поймем, что мы заложим в основании своего учения, в основании фундамента своего знания, здания, какое семечко мы посеем. Что посеешь, что и пожнешь, Господь сказал. Именно то семечко, какое мы в очреве приняли, то есть образ человека уже. Если мужское семя сильного спортсмена, там и мальчик, скорее всего, родится. От ученого рождаются обычно умные дети. То есть принцип такой. Конечно, вот я себе свидетельствую, я положил основание в фундаменте, что Бог, это не просто слово для меня, Бог есть любовь. И тем, что я полностью на Него уповаю, я больше не ищу ничего. Я хлеба ищу от Него. Я радости ищу от Него. Вот они, счастье. Я исцеление ищу только у Него. Я защиты ищу только у Него. Я больше ни на что не рассчитываю, ни на что не надеюсь. И я знания ищу только от Него. Делаю это для того, чтобы прославить только Его. Я не хочу славить человека. Христос не славил ни человеков, ни медицину, ни природу, ничего. Он все делал Божьей силой, своими, так скажем, руками и словами, для Его славы. И мне это легко так уповать и положить это, потому что Бог есть Бог. Бог есть Сущий. Бог есть Творец. Ему ничего не сложно. И Он вчера, и сегодня, и завтра один и тот же, Он сказал. Он не изменяет. И тем, что я уповаю, что этот всемогущий Бог, любовь, я как исповедую любовь Его? Вот и мне. Я говорю, что Он мне всегда даст? Даст, потому что Он любовь. Он не может не дать. Он мне даст все, что я попрошу для моего блага. Я иногда прошу не на благо. И Он, как любовь, не дает этого. Но все, что мне нужно, все, что мне нужно для блага, для блага Церкви, для того, чтобы я все для пользы, для здания Церкви, все дары, как Павел говорил, Бог мне даст. И мне-то они не нужны самому. Мне нужна только Его любовь. Ты приходишь в то же состояние, как и Бог. Ты просто даешь, ты ничего не берешь, тебе ничего не надо. Но так как мы не самые источники, нам приходится быть передастыми. Мы просим у Бога, как Господь просил. Он всегда уходил после этой неофитской пустыни своей первой, выйдя в силе Духа. Он это делал на протяжении всей своей соуслужения. Он все время уединялся. Он все время показывал, как надо брать эту силу от Бога. Он не был монахом, но он уединялся. Это уединение давало ему силу. Он показывал, что мы берем всю силу у Бога. Он выходил каждый раз в силе после ночной молитвы в саду, на горе, в пустынном месте, в комнате, в отдельной. Мы все время это видим. Он не молился в храмах, он молился в уединенных пустых местах, там, где нет никого, кроме него и Бога. Именно оттуда он все брал. Именно его божественную силу творил дела любви и прославлял кого? Единого Бога. Он был абсолютно кроток и смирен. Кротость – это два сюда, две страсти включаются. Нечеславие и негордость. Кротость – это значит не возноситься, когда тебя хвалят, и не обижаться, когда тебя поносит. Вот что такое кротость. Ну или смирение, по сути, антипод гордости. Поэтому он говорит, я крот, так и смирен. Но кротость – это вот две вещи. Непревозношение над всеми, особенно от всех даров. И не над Богом, не над самим собой. Поэтому вот этот камень – Бог есть Бог. Это надо понять. И Богу несложно. В мире, вы поймите, мы все, Божья любовь познается в Его могуществе. Все в мире сейчас, как вот атомная станция, из нее исходит электроэнергия и питает все лампочки. Чуть покрутить. И знаете, у многих в комнатах у меня были такие диммеры называются, можно напряжение менять прямо тут же у лампы накаливания, которая спиральная. И она будет поярче, потише. Вот так Бог. Мы любовью не можем Его познать только потому, что мы не признаем Его могущество. Его любовь, Его вышина любви и смирения признается в Его могуществе. Это вещи прям вот взаимозаменяемые, так скажем. Чем больше мы признаем Бога абсолютным, тем больше мы поражаемся Его любви и смирения. Те, кто вбивал Ему, вот как говорят фашист идет, а я буду его что, кормить, он же пойдет вот дальше убивать, может даже меня убьет, да? Ты будешь его кормить, ты будешь его мыть, стирать ему подгузники. Почему? Это делает Бог. Тот, кто вбивал Ему гвозди в руки, жизнь имеет сейчас. Поднимает руку, бьет Христа с той силой, с какой хочет, Бог дает ему эту силу. Богу не надо напрягаться. Да, Достоевский красиво сказал, и сердце человеческое, поле битвы, да, или как там, там, дьявол с Богом борется, а, человек, там, дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей. Красиво сказано. Красиво, но по-ребячески. Бог ни с кем не боится. Он с сатаной не борется, ему не надо с ним бороться. Он вот так вот, Димир, умалится чуть-чуть, и он умрет. Все в мире питается вот такими вот, как водолаз, глубоко-глубоко, на 100 километров под водой. Ты чуть-чуть этот шлангчик вот так прям, оп, и он, господи, люди, спасите меня. Бог дает жизнь. Мы все этой ниточкой, с ним, этой пуповиной, как чадо с матерью, соединены. Все. Богу не надо ни за кем бегать. Ему не надо даже вот так руку вот протягивать, чтобы дотянуться до сатаны или до какого-нибудь антихриста. Он дает жизнь. Но это не значит, что Бог виновник зла, хотя дает человеку силы творить зло. Это зло выбирает сам человек. Бог любовь, он дает жизнь неблагодарным и злым. Он приводит их в бытие. Почему? Да потому что он знает, потому что источник любовь. А какой корень, тем все и закончится. Такие будут и плоды. Он сказал, какое дерево, такой плоды. А корень наш, как Бог. Всех людей, всего мира, корень Бог, а Бог есть любовь. И мы лишь гнием на этом деревце, болеем. Но никуда мы с этого дерева не денемся. Бог есть в бытие. Нет никакого зла, нет никакого дуализма. Зло исходит только отсюда. И оно растворяется ровно в ту секунду. Зло не имеет бытия. Оно растворяется ровно в ту секунду, когда оно прекращает действие свое. А любовь проницает все. Она источник. Она все подкрепляет и все содержит дыхание мус своих, как эти... Это все ребяческие фразы. Как их объяснить, я не знаю, честно. Говорить о Боге невероятно сложно. Он все. Все пронизано его. Каждая травинка имеет вот этот микропроводочек электрический. Все сияет и цветет только потому, что Бог сейчас это дает. Поэтому ему не надо напрягаться. Насовицу с этим антихристом я все тем буду касаться. Сейчас я не хочу углубляться, но вот так кратенько касаюсь и болезней. Да Богу несложно будет его вообще, чтобы не появилось на свете. Богу несложно землю остановить, чрево затворить или открыть. Мы же видим это даже в Евангелии. Мы видим это в Ветхом Завете. Мы видим это присотворение мира. Как люди не поймут, кто такой Бог? Бог есть Бог. Он может в секунду свить всю эту вселенную, все это видимый этот мир. Есть же мир, еще не видимый. Как мы не забываем об этом? Нам Господь не заповедовал считать звезды на небо. Наука это все чушь. Она ничего не дает человеку. Ты пытаешься ковыряться в фантазиях Божьих. Ты думаешь, что есть какие-то незыблемые законы? Нет, незыблемых законов нет. Вам каждый ученый скажет, что в принципе смерть это незыблемый закон. Господь победил смерть, показав, что Он есть Бог и что смерти в принципе не существует. Есть лишь переход из одного состояния в другое, которое Он запланировал, чтобы мы познавали бытие. Естественно, Он понимал, что мы добровольно приходим в это состояние, поэтому мы будем падать, мы будем болеть. Но корень наш Бог, который есть любовь, всего мироздания. И все держится на этом корне. Если этот корень начнет подзагнивать, так скажем, все дерево умрет, но Бог никогда не гниет. Гнием мы наверху, болясечки там все. А Бог есть абсолютный корень. Вот это вся проблема. У нас Бог, не Бог, Бог с большой буквы, большими буквами, Иисус Христос, а Божок. Божок, Сын Божий, Мессия, Иисус Христос. А у кого-то еще полубожок, еще кто-то, у кого-то это полуприрода, полународная медицина, полу еще что-то. И вот так вот мы, и никак мы не хотим прийти в мир возраста Христова, возраст совершенный, чад Божий, новых Адамов, приняв, что Бог есть все. Он абсолютный создатель, и не какой-то, я говорю, он не механик, не архитектор, не художник, это все лишь слова, которые нам здесь Бог попустил, таким образом потихоньку восходить. Но я вас призываю войти в совершенный образ, в совершенный возраст, в совершенное познание. Бог все. Эти законы не незыблемы, они только здесь для одного момента, для определенного момента, для того, что ты восходишь в это познание. Но когда ты взошел, он сказал, захочешь гору передвинуть, передвинешь. Захочешь идти по воде, ты пойдешь. Мы же это верим, мы ни во что не верим. Мы боимся себе самим признаться, что мы просто не верим. Если даже мы услышали об этом и познали, мы боимся поверить, нам страшно. Это как это? Теперь мне что, надо пистолет на полку положить? Или что, все мои книжки сжечь? Или что, мне надо от всех радости отказаться? А вдруг Бог не посетит меня своей радостью? Вдруг это все ложь, что я слышу? Мало ли, что там говорят. Страшно. Страшно идти за Богом. Но вы вспомните, вы христиане, особенно, кто меня слушает, не язычники. Я не проповедую язычникам, по крайней мере, пока. Помните, как страшно было покаяться? Ой, отлепиться от грехов. Ой, пойти за Христом. Но мы отлепились и пошли. И я, насколько, конечно, христиане смурные, несчастные, не знаю, куда идут. А вот христиане счастливые, познавшие хотя бы сколько-то Христа, я думаю, услышат меня. Это просто новый шаг. Идите дальше. Не бойтесь своего роста и возраста. Если Бог вам все это открывает, становитесь еще более счастливыми. Ибо чем ты больше уповаешь на Бога, что и волос твоя в голову не упадет, что и птичка на небе не чирикает и не падает просто так. Ты вообще живешь, я не знаю, как. Все думают, ой, воскресенье потом будет. Нет. Тот, кто уверовал в Христа, пришедшего во плоти, сущего над всем благого Бога, любовь и живет по этому своей вере и упованию, тот вкусил жизнь вечную здесь. Я уже воскрес, я не умру никогда. Меня уже невозможно убить. Ну, Максимус, меня снимут эту кожаную одежду. Ну и что, так моя жизнь Христос, а смерть приобретения. Мечтаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Потому что здесь еще идет подвиг веры, а там он не нужен будет. Все, будешь как ангел на небесах со Христом. Люди просто представить это не могут. Отсюда все, вот он камень веры, камень основания. Бог есть любовь. Во-первых, это Бог, а во-вторых, это любовь. И познать это, почему люди так, ты вот, я познал это. Я уповаю и познаю ее любовь. Я понимаю, анализирую всю свою жизнь до покаяния, что Бог есть любовь, что Бог и есть любовь. А уж после покаяния, когда я пошел, познав сущего, пришедшего во плоти Бога любовь Иисуса Христа, вы знаете, я вам каждый раз свидетельствую, сколько в моей случаи жизни было, потому что я именно каждый раз уповаю, каждый раз. Что бы со мной ни было. Да, я не лечу ни зубы, ничего. А у меня, хотя они болят, меня никто не может обвинить, что я говорю не от опыта, я все говорю от опыта. Но я живу. Где-то поболели, где-то Господь упустил. Держит на этом острие. И это острие радость, радость и счастье, жить вот это на грани, когда ты любишь и уповаешь, любишь и уповаешь. И уподобляешься Ему в том же самом. Потому что все раздать ты сможешь только уповая на Бога. Отдать себя всем ты сможешь только, если ты поверишь, что Бог тебя и без всех внешних будет делать счастливым. Он будет наполнять душу счастьем без всяких внешних для того материальных вещей. Тебе уже не надо будет не смотреть фильм, чтобы посмеяться. Я не могу вам это объяснить и не могу вам это рассказать. Я могу кто просто по плоти меня знает и свидетельствовать, что я вечный, радостный и счастливый, хотя у меня полно скорбей и по телу, кто знает тоже. Я не могу вам объяснить, как это одновременно получается. Потому что Господь Господь испытывает, Ему не нужна твоя вера, она нужна тебе, человек. Про страдания, конечно, отдельно запишу. Это же не я придумал. Это Павел. Все, конечно, на Враама, да. И говорят, ну это там Враам, мало ли что там было. Ну а куда мы денем Павла? Когда он говорит, что Христос страданиями, страданиями навык послушанию Отцу. И Отец через страдания сделал его совершенным. Человек через страдания, через скорби навыкает послушанию Отцу. вот этой вере, навыку, упованию. И через эти еще страдания, не ожесточаясь, а еще больше пребывая в любви к Богу и человеку, страданий как бы от Бога вот эти, по плоти там что-то, и страдания от человека, оскорбления, ни унижения, ни унижения, обида, ненависть, через эти страдания, не ожесточаясь, подвязаясь в этом подвиге веры, человек, Бог его делает совершенным, он уподавляется Богу. Вот так вот, братья и сестры, вот кто такой Бог. Бог — это чудо, это счастье, это наш родитель, это наша мама, это наш папа, это наш братец, это наш друг, это наш жених, он все для нас, все. Мы здесь для друга, помощнику, помощника дал Господь, человек, человеку, Еву, Адаму, только на первый этап он сказал, там уже этого не будет, я буду для вас всем. Вы все равны, источник все равно я. Но и здесь мы восходим и познаем, как бы мы познали, что Бог есть наш друг, если у нас не было друзей, как мы бы познали, что Бог есть родитель, если у нас не было родителей, как мы познали бы, что Бог есть жених абсолютно, если бы у нас не было мужей и жен. Конечно, люди проходят эти этапы жизни, Бог положил, это школа. Ну, я призываю к совершенным, вызываю, хочется с вами поделиться этим счастьем. Естественно, я всегда призываю, как делает Господь, я никогда не беру палки, вы знаете, я никогда ничем не пугаю вас, будьте счастливы, Бог призывал к этому счастью, Он все время говорил, пойди за мной, вкуси меня и увидишь, как я благ. Узнав, можно только вкусив, а вкусив, можно притянув руку и попробовать. Поэтому, как всегда и во всем обращайтесь только к единому Богу Иисусу Христу. И поэтому, я уж молчу про все остальные божатая, природа, невидимая, бездуховная, мертвая, ее готова боготворить, что-то там она может. Она может только до тех пор, пока тебя Господь через нее воспитывает. Бог тебе дает через эту травку, потом через таблеточку, потом через какую-нибудь религиозную атрибутику, там хлеб, вино, там еще что-то. Но приходит возраст совершенный, когда ты просто к этому живому источнику духу, как ребенок к материнской груди присасываешься и все, и оторвать тебя уже бесполезно. И тебе уже ничего не нужно, никакие внешние пособия. Ты пришел в возраст совершенный, Господу ничего не нужно было, Бог был внутри него, как он говорит. Так что вот так вот ну вот так я хотел о Боге, кто совершенный или близок к тому, я думаю, меня услышит. И познав это, одно дело услышать о Христе, как мы все, это семечко, его сатана может украть. Опытом вы познайте, если захотите пойти, если не убоитесь, и как Господь сказал, отвергнитесь себя. Что значит себя? Даже страхов. Ибо где страх, там нет любви. Если вы любите Христа, отвергните этот страх, положитесь на него. Он говорит, положись на меня, возложи на меня все, и я понесу все это время, все свое упование. Вот я призываю, я знаю, о чем я говорю, потому что вы не пожалеете ни на грамм. Вы удостоверитесь, Бог, любовь. Вы только полшага сделаете, он бросится вам навстречу. Я свидетельствую об этом. И знаю, что Бог не посрамит ни себя, не меня, уж тем более ни себя. Бог любящий наш отец. Он бросится к каждому идущему назад на шею и расцелует его, и оденет ему лучшие одежды, и перстень, и заколит откормленного барашка, и устроит пир. Возможно, придется идти. Бог не сразу вам бросит на шею, но вы почувствуете этот любящий отеческий взгляд издалека, я уверен. И у каждого свой путь, и у каждого своя длина, необходимая для жизни. Вот такой ролик хотел записать. Бог есть Бог, или Бог есть сущий. Это, конечно, слова одного порядка, по сути, кто понимает, кто совершенно, знает, что я говорю тавтологию, ну, как говорили многие, потому что Бог и Егова. Егова – это просто вообще слово русское, переведенное, Яхва – слово там еврейское употребляющееся. Оно же означает сущий, а не просто слово Бог. Ну, русское слово еще, помимо Егова перевода, есть Бог. Это все одни слова. Но это абсолютное, абсолютный создатель. Ничего в секунду в жизни не происходит без его воли. Ни один человек, творящий зло, не может его творить, ибо он причастен Богу. Но Бог не виновен в этом зле. Он даровал жизнь каждому и свободу выбора, и время на покаяние. И каждый будет познавать бытие, себя, его, Бога и любовь. в свое время все придут, все это дерево прекрасное будет царство небесное, в свое время. Время познания, у каждого свое, потому никогда никого не судите по плоти. И вообще никак. Мы не знаем пути, мы не знаем промысл, мы знаем одно, что Бог есть любовь, а значит воля его всегда о каждом человеке, о каждой птичке, о каждом цветочке одна, благая и неизменная, ибо Бог благ и неизменен. И это воля, чтобы все было вокруг счастья, благость и мир. Но промысел его нам неизвестен, он чуден и не познаваем. Мы не знаем этапов будущей жизни, мы не знаем этапов каждого человека этой жизни, мы не знаем, сколько было дано ему талантов, мы ничего не знаем. Внимайте себе, себя смотрите, внимайте себе и учение, вот, и возрастайте в познании Господа и во всякой благости, радости и мире. Опознать его можно только уповая на него, отринувшись, отвергшись полностью себя, творить дела любви к ближнему, его силу и для его славы. Вот он, простой путь в познании, всем открытый, всем известен, без всяких тайн. Ну все, на этом я закончу. Давайте поблагодарим нашего Творца, любимого Родителя Иисуса Христа. Господи, спасибо Тебе, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, за то, что Ты незримый, сейчас здесь с нами присутствуешь. И все всегда, от начала времен, от начала жизни каждого из нас подавал нам потребные для пищи и веселья. Слава Тебе, несмотря на все наше зло и все наши грехи, в этом проявлялась еще большая Твоя божественная любовь, ибо Ты благотворишь и добрым, и злым, и благодарным, и неблагодарным всем на свете, ибо Ты сущий и неизменяемый Бог наш и создатель. Тебе едином подобает вся слава, Тебе, Тебе и только Тебе, вся слава, честь и похвала, теперь и уже всегда, и во веки веков. Аминь. Слава Господу нашему и Богу Иисусу Христу. Всем желаю во Христе радоваться. Кому понравился ролик, ставьте палец вверх, кому не понравился, все равно ставьте палец вверх. Мои адреса канальчиков наверху, контакты для связи внизу, полезные ссылочки справа. Всех нежно целую во Христе Иисусе, крепко-крепко обнимаю. Всем желаю радоваться и до встречи в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok